Друзья, всем привет! С вами Оксана Лифенко и добро пожаловать в новый вязальный влог. Хочу зафиксировать, на чем мы с вами остановились, продолжу вязать и покажу вам уже далее продвижение. Итак, как вы помните, я вяжу по мастер-классу Эмили для трех разных куколок. Здесь у меня лежит платьице для паулочки. Здесь пока я еще ничего не сделала, вот как было, так оно и есть. Здесь начало кружевную кайму, но она у меня еще только вот, ну, только начала. Далее, я регулирую только пряжи и номера крючка. В предыдущем влоге вам рассказывала, но потом, когда у нас будет уже результат, я вам напомню, если что. Чудесная платьица получается для куколки Руби Рэд 37 сантиметров. Смотрите, она, куколка в колготках, правда, потом сниму. Чудесная даже вот, само по себе, без всяких украшавист. Итак, мне нравится это сочетание цветов. Здесь еще будет цветка голубой, кружева Болеро. Очень красиво, и мне кажется, этой девочке тоже прям очень идет этот цвет. И для Юми я немножечко повязала. Во время последнего влога и нашего с вами эфира у меня вот так, наверное, было связано. То есть, еще до того, как я замкнула в круг. И уже я довязала эту часть, начала вязать каемочку. Смотрите, мне кажется, ей прям даже вот так вот отлично. То есть, можно было бы еще пару рядов связать. И даже вот ей вот эта тайма не нужна. Но у меня стоит такая цель связать полностью на ряд. Ну, может быть, где-то какие-то там небольшие детали вязать не буду. Но в целом, в целом так. Очень хорошенькая девочка, очень она мне нравится. И эта девочка нравится, и я всех своих куколок люблю. Так что, такие дела. Здесь у меня крючок 1,25, здесь 1,75 и 1,5 я обычно вяжу для паулочек. Пожелайте мне ровных столбиков. Поставьте лайк. И мы с вами продолжаем. Друзья, смотрите, какую книжечку хочу вам показать. Это у меня подарок от Оли. Мы встречались с ней на этой неделе. Она приезжала отдохнуть и говорит, можно ли встретиться. Честно скажу, я поначалу переживала немного. Ну, потому что одно дело мы общаемся в интернете, другое дело в реальной жизни. Ну, вот буквально только мы встретились. И знаете, такое впечатление, как будто мы 100 лет знакомы. Еще и с погодой повезло. Была солнечная, приятная погода. Поэтому, Оля, передаю тебе привет. Чудесно провела время. Спасибо, что пригласила. И, знаете, вот общение с единомышленниками, Особенно, Оля, так вообще мне столько слов благодарности рассказала. Так же я засмущала. И ты понимаешь, что ты занимаешься чем-то таким светлым, чем-то большим. То, что несет людям радость, несет пользу. Поэтому, ну, заряжаешься позитивом, энергией. Поэтому благодарю. Оля мне подарила вот такую книжечку замечательную. И дала мне сертификат на куколку. Так что у меня будет еще и куколка новая. Это, смотрите, вязаные прихватки Светланы Забелиной. Я Светлана, ну, лично не знаю. Хотя чуть-чуть мы общались при покупке. Но я когда-то, когда София пошла в первый класс, мне хотелось ей сделать закладки. И я попала на закладки Светланы Забелиной. Купила у нее тогда мастер-класс на ярмарке мастеров. Если у меня есть фото, я вам сюда добавлю. И вот мне Оля сказала, что у нее вышла новая книга. И она говорит, я взяла себе и взяла тебе. И она даже с автографом. Видите, очень приятно. И эта книжечка полностью посвящена прихваткам. Здесь очень много моделей. Давайте немножечко ее полистаем. Смотрите, и это вот не весь ассортимент прихваток, которые здесь представлены от автора. У Светланы, по-моему, у нее не только вот закладки. То есть у нее уже несколько книг вышло. Умничка. Даже щелкунчик есть. Хотя я щелкунчик не знаю. Здесь, наверное, щелкунчика может быть и нет. Может быть и есть. Сейчас мы посмотрим. Так, о пряжах, о крючках. В общем, полностью о материалах, которые нам понадобятся. Затем есть большой раздел по основам вязания, что очень хорошо, что даже если начинающий новичок возьмет, то он справится. Получается, вот разные столбики. Здесь убавление, прибавление, сокращение, которое используется. Советы по работе. Такие милые. И видите, все прихватки вяжутся. Я почему-то привыкла, знаете, либо по кругу, либо вал вывязывается. А здесь вот именно плоское вязание, да, которое вот идут прибавки, убавки. С каждой стороны вывязывается цыпь. Какой миленький. Тоже кайма, вот видите, как обвязать равномерно, хорошо. Такая милота. И описание уже каждой прихватки идет на основе, я так поняла, вот этих приемов. То есть уже достаточно краткая, но в каждой работе, только одну вот вам покажу, чтобы вы поняли, есть схема. И давайте посмотрим самим, что здесь представлено. Так, а, тут... Просто, ну, авторское право, все дела. Светлана же продает эту книжечку, поэтому показывать сами описание вам не буду. Сейчас вот выберу самые такие интересные картинки. Хотя не все здесь интересные. Так, тут бабочка, вот улитка. Змеючка. Я даже не знаю, как вам полностью показать, потому что здесь очень-очень много героев. И все такие вот есть, ну, и животные, и овощи, фрукты. Здесь вот сейчас я вам покажу вот такой вариант. Это уже даже под чашку, да, можно использовать как сердечко, если кто валентинки вяжет. Восьмой марта я только что здесь видела. Потому вот, как, знаете, кто любит вязать в подарки своими руками, можно вот на любой праздник. Смотрите, какие прекрасные аксессуары. И зимние, то есть на все времена года. Снегурочка, олитика. Благодарю тебя за книгу чудесная. И даже, ну, за возможность провести время вместе, пообщаться, погулять. Очень замечательно. И я вам, друзья, всем желаю, чтобы у вас были иногда, да, вот кто живет, наверное, в больших городах, те имеют возможность ходить на кукловстречи, да, вот организовывают. Ну, может быть, вы найдете где-то в своем городе или поблизости единомышленников, и вот будете периодически встречаться и заряжаться друг о другом, позитивом, идеями, вдохновением. Давайте покажу вам, что у меня по вязанию. Правда, пока все еще по запчастям. Для Юми я там мало продвинулась, в первую очередь, вот, довязываю для Рубиночки и для Паула Рейна. Вот это, ну, мне прям так нравятся вот эти цвета, прям такие шикарные, красивые. Так, смотрите, здесь по цветовому сочетанию, что я решила. Вот такая у меня будет здесь кайма. Все связано, только нужно собрать. Ну, кроме розочек еще. Вот, видите, и она будет уравновешивать вот этот вот сильный переход от светлого к темному. Не решила, буду ли вязать сюда розочки. Ну, наверное, буду, потому что вот тот бортовый или фрез мне очень нравится, как он смотрится. Хотя я планировала, что здесь я попробую сделать без фартука, чтобы показать, как она смотрится. Сделаю поясок с розочками. Ну, пока не знаю. Связала болерожку. Конечно, не очень красиво, все с ниточками, но пока я завершу, а кто-то, может быть, ждет как раз-таки вариант для Руби Ред, чтобы связать и для своей куколки. Поэтому я хочу вам показать, что все прекрасно садится. Единственное, что вот в длину, как я вам и говорила, я добавила лицевой-изнаночный здесь и лицевой-изнаночный в юбке в длину, потому что они чуть-чуть, видать, более вытянутая фигурка. Ну, и, соответственно, рукава здесь не на два ряда. Здесь вот побольше окривала, но это легко, просто берете, примеряете по ходу. Смотрите, какая лапочка. А если мы с вами сделаем вот так, а здесь мне еще нужно верхнюю кайму связать, то вообще, это такая прелесть, посмотрите. Мне прям очень нравится. Сюда же как раз еще и цветочки. Здесь будет кайма, цветочки, ленточки. Будет очень красиво. Правда, наверное, косичку я для фотосессии потом расплету. Я еще ее ни разу не расплетала. Она у меня сидит, такая лапочка на полочке. Так, где-то у меня запачкалась пылинка. Ладно, уберу потом. Так что вот, для Руби Ред можно связать по мастер-классам от Паулочек. Я, кстати, вам сейчас сюда добавлю еще фото Елены Калуцкой. Вчера я увидела в группе. Она мастер-класс Настенька. А веночек из Есени. Связала, я у нее специально спросила, какой пряжи вязала. Она сказала, обычная Анна 16 и пихорка ажурная, то есть та, которую мы вяжем для полочек. Просто крючок 1,75. И у нее подошел наряд на Рубиночку 37 см и на Куколку Готтс 36 см. Сейчас, смотрю, все активно покупают кукол Готтс 36 см. Я пока не решилась. Ну, как не решилась, мне нравится Тетти Копенгаген. Но, как я поняла, она уже вышла из... То есть она была лимитка, 100 штук вроде бы. Сразу ее раскупили. Я вот видела, ну, пошла... То есть в магазинах ее уже не купишь. Ну, в интернет-магазинах, да. И, наверное, ну, наверное, если кто-то перепродает, можно. Но, как бы, дороговато выходит. Поэтому я пока вот... Ну, я и не знаю, как бы нравится мне... То есть фигурки у них более такие широкоплечие. Но вот сама мордашка, вот этой Кэти Копенгаген, мне нравится. Но, опять же, ну, я думаю, что молд, наверное, не лимитированный. Я думаю, что ее потом перевыпустят. Может, просто не рыженька. Мне нравятся рыжие куклы. Ну, как бы, посмотрим. А девочки вяжут тоже уже, получается, и на год. И добавим, знаете, пока я вам еще тут рассказываю, добавлю вам сюда фотографии девочек, которые уже связали по мастер-классу Эмили. Быстро справились. Фото из группы ВКонтакте. Поэтому вот я вам сюда добавлю. Посмотрите, какую красоту связали девочки. Это работа Натальи Бочаровой. Аня Кириченко. Шихова Ольга. Татьяна Шумилина. Лидия Кириченко. Елена Землянова. Ирочка Новоселова. Наталья Постникова. Елена Фололеева. Вера Амбросова. Для Паулочки, смотрите, примерила она вот эту свою персику. Она не персик, она розовая, разволосая Клео. Чудесная малышка. И мне кажется, вот эти цвета ей будут очень хороши. Я расплету потом вот эти хвостики. Значит, здесь тоже, что у меня. Не знаю, каким цветом вязать тоже розочки. И я думала, что будет болеро. У меня белое, болеро и фартука. София говорит, нет, белое как-то сюда совсем. Хотя вот я думала, и вам говорила, что белое. Это цвет кружева. То есть он везде идет. Но передумала. София говорит, свежий, темный. Я говорю, сильно темный. А вот я как раз потом уже, ну, как бы решилась на это. И вышла фото Анни Киричкова. У нее тоже темное болеро. И, как бы, окончательно мне подсказало, что там можно связать как раз в этом темном цвете. И будет, и будет, как бы, в одной цветовой гамме. Ну, то есть, цветов несколько. Пока сколько у меня здесь? Три оттенка получается. Но они, как это правильно сказать? В одном. Ну, то есть, в персик. В персико-бордовые, да, такие оттенки. Вот так, смотрите, получается. И фарточек будет у меня тоже из такого цвета, как кайма. Вот, видите, и так тоже не было. Ну, какие цветочки сделать, не приложу пока ума. Может быть, лучшее, что нужно сделать, их вообще не делать. Так, и вот здесь, смотрите, я не повенилась, сменила ниточку. И тоже, вот, очень красивый переход получился. Потому что, когда, если просто, да, вот от светлого сразу к темному, то слишком большой контраст, да. А когда есть вот такой промежуточный итог. И тут мне хотелось, чтобы с одной стороны кружево было все-таки светлое, с другой стороны, чтобы вот не было вот этого резкого перехода. И вот этот вариант, мне кажется, как раз у Клеона, наверное, пошире головушку, мне так кажется. Либо прическа пока мешает. Ну, я думаю, прическу распущу и будет очень хорошо. Здесь тоже еще у меня нет украшений. То есть, все в процессе. Но все, видите, вот ниточки, хвостики. Осталось, казалось бы, немного собрать. Там, может быть, розочки сделать. Ну, я сейчас переключилась на спицы. Хорошая новость для тех, кто их ждет. Сейчас вам покажу. Правда, я не уверена, пока в результате нравится, мне не нравится. Ну, сейчас покажу, вам все расскажу. Напомню, вдруг кто-то пропустил предыдущие ролики. Мастер-класс Эмили давно уже готов. Уже даже, вы видели, девочки начали вязать. Я когда шоц выпустила с работами тестеров, да. Мне одна девушка там пишет, что вот только вышел мастер-класс, уже все все связали. Как будто, знаете, такое впечатление, как будто это я сама связала и выдаю за работы других. Но сейчас уже есть и готовые работы именно тех, кто связал. Хотя мастер-класс относительно недавно вышел. Так, по спицам. Что у меня? Значит, знаете, сначала я хотела связать из пряжи пух норки, мех норки, вот из этих вот похожих ниточек. Просто за счет того, что пряжа классная, пушистая. Хотелось мне связать простые, точнее сказать, не простые, а повседневные, скажем так, вещи. Здесь, видите, я даже пуговичку вязала, очень удобно. Здесь связывала, одну пуговицу забыла сразу вязать, придется пришивать. И, знаете, мне виделся такой вот молодежный комплект. Топик, вот я сейчас видела, знаете, такие меховушки носят девушки. Топик и юбочка коротенькая. И даже вот я здесь вывязала, здесь у меня погон реглан идет. Вот, вывязала основу, потом что-то подумала, ну, простое, повседневное, захотят ли. И думаю, может быть, мне все-таки связать платьица. Начала вязать платье, но пока не уверена, что у меня здесь получается. Сейчас вам покажу, что здесь тоже я сделала реглан погон, чтобы сразу выйти на рисунок. Ну, во-первых, и плюс, чтобы у нас что-то новенькое было, что-то интересное. Так, куда нам спицы деть, чтобы они не шелестели. Но пока вот в деталях я не очень уверена. Здесь тоже, видите, пуговицы ввязывала. Одну забыла, и теперь нужно ее пришить. Все, конечно, очень удобно в том плане, что вроде и недолго их пришивать, но всегда не хочется это делать. И вот здесь должен быть отложной воротничок. Он все-таки и есть отложной воротничок. Он лежит неплохо, но за счет того, что я выбрала сюда ажурный рисунок, может быть, если сделать его лицевой гладью, то, может быть, было бы интересно. В общем, я посмотрю и так, и так. Иногда мне нравится, иногда не нравится. Здесь вот пышненький рукавчик будет. И здесь интересный узор на кокетке. Правда, требует определенных затрат времени. То есть не просто там две вместе накид или перекрестить петельки. Но получается очень интересно. Но на образце у меня выглядело лучше. Мне кажется, что мне нужно будет сюда чуть-чуть добавить, чтобы вот оно... Сейчас оно сидит, вот если я так возьму, сидит четко по фигуре. Конечно, есть риск, что если я добавлю, тогда будет свободно. Но, с другой стороны, мне хочется больше, чтобы оно смотрелось как резиночка. То есть, чтобы оно не растягивалось по куколке. И здесь этот рисунок, имитирующий в какой-то степени буфа, переходит на... Ну, просто на клинышки, да. Может тоже сюда рисунок добавить. И вообще, я хотела это платье под фартук. Новый вид фартук хотела связать. Мне нравятся платья, наряды с фартуками. Но, просто вязать платье вроде бы как скучно. С другой стороны, теперь смотрю, мне уже кажется, жалко будет фартуком забирать. И плюс будет утолщение, да, за счет объемного рисунка. Поэтому не знаю, что у меня в итоге получится. Довязывать, не довязывать это платье. Возможно, я сейчас просто закрою петли. Оно у меня останется как образец. И начну... Начну заново с новым расчетом петель. В общем, пока такие у меня, скажем так, творческие терзания. Ну и на данный момент, наверное, это все, что я могу вам показать. Сейчас добавлю вам немножечко кадров. Мне очень давно хотелось попасть в цирк. И вот мы на выходном сходили. И я немножечко, буквально чуть-чуть вам записала, чтобы вы тоже окунулись в эту атмосферу. Цирк на воде. Очень интересное шоу. И плюс оно как шоу-мюзикл. Там пел оперный... Ну, по крайней мере, в конце, когда артистов говорили, сказали, что это оперный артист оперного театра. Ну, забыла, какого города. Талантливые все. И плюс там и лазерные, плюс какие-то спецэффекты на воде. Ну, очень понравилось. И давно я хотела. Мы были в цирке последний... Вот именно в большом... Я имею в виду не в большом, а в стационарном цирке. Еще до рождения Софии с Алексеем ходили. А уже когда София родилась, только вот те, которые в наш город приезжали, маленькие передвижные цирки, то у них ходили. Ну, в общем, впечатлений много. Очень понравилось. И передаю вам частичку этого вдохновения. Друзья, благодарю вас за просмотр. Жду ваши лайки, ваши комментарии. Напишите, как ваши Эмилии рождаются. Что думаете по поводу платьицы. Или, в общем, я сейчас, знаете, в терзаниях. Или это, да, я знаю. Или все-таки вот здесь вот эта кокеточка. Очень мне нравится. Думаю, может быть, я все-таки заверши. Плюс там уже подобрала несколько узоров для просто платьиц. Но вот это мне жалко бросать, потому что все-таки как бы интересно. Здесь много. Оно, я не скажу, что простое, вот, ну, в исполнении, да. То есть здесь, ну, в любом случае, когда мы вяжем какие-то жгуты, араны, да. То есть, ну, не просто лицевая гладь. Но здесь очень много интересных приемов. Вот эти пико, это набор с пико. Потом вот эти вот перекручивания, которые очень частые гости японских узоров, да. То есть сам мастер-класс объем плюс реглан-погон. То есть интересно. Ну, вот я пока по поводу модельки как-то, ну, понятно, что у Клёпы своеобразная причесочка, да, здесь. Ну, вот не знаю, мне кажется, объемный сильно этот воротник. Его, конечно, можно убрать. В общем, думаю. Так, поэтому пишите тоже свое мнение. И я вас благодарю за... Думала, вам нечего показать. Смотрите, мы с вами неплохо пообщались, провели время. Жду ваши лайки, комментарии. Желаю вам крепкого здоровья, мира, добра, благополучия. Берегите себя и своих близких. И до новых встреч в новых видео. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова